Беседуют двое приятелей. Один говорит, ты знаешь, ученые выяснили, что когда кошка начинает лететь с высоты примерно шестого этажа вниз, она начинает планировать как белка. А второй говорит, ух ты, если бы я летел с шестого этажа, я бы уже никак не планировал. Бывает иногда такое, что жизнь похожа чем-то на этот анекдот. Когда человеку кажется, что жизнь его размерена, он спокойно себе двигается вперед. На самом деле он двигается не вперед, а медленно-медленно идет вниз. А если обернуться назад и посмотреть, с какой скоростью летят дни, недели, месяцы и годы, то оказывается, что он летит вниз и ничего не планирует уже. А вспомните, когда нам было 15, 14 лет или 18 в юности, когда вся жизнь была впереди, и у нас было столько планов, столько идей, мы столько всего хотели сделать и были абсолютно уверены, что все это сделаем. Но где-то что-то не получилось, где-то что-то угасло, и неважно сейчас, какие причины, нас это не сильно интересует. Идея заключается лишь в том, что сегодня многие из нас стали менее амбициозными. А на самом деле там можно стать немножко другими и начать двигаться вверх. Пускай, может быть, не лететь, но все-таки двигаться вверх. Для этого надо начать планировать важные цели. Если у вас нет конкретного понимания того, что такое цель, как ее поставить, и как о ней правильно думать, я рекомендую вам посмотреть мой видеоурок, который называется «Как измениться за 15 минут». Я там очень четко и подробно расписываю, каким образом нужно работать с целью. Если же у вас есть четкая и конкретная цель, вы хотите открыть бизнес, знаете какой, вы хотите, может быть, написать какую-то книгу, или, может быть, стать профессионалом в какой-то области, которая вас начала интересовать. И при этом посмотрели шаг первый в моем видео, ну просто как-то не занимались раньше планированием, посмотрели мой первый шаг и выполнили те задания, которые были в нем сказаны, то сейчас самое время перейти к планированию этих целей. Смотрите, что мы делаем. Значит, в первую очередь очень важно любую крупную цель, и, да какая бы она ни была, ее все равно можно разбить на этапы. Смотрите, даже такая простая цель, например, как научиться готовить какое-то новое блюдо, будет содержать несколько этапов. Например, нужно узнать рецептуру. Правильно? Ну, вы знаете, какое блюдо вы хотите сделать, но не знаете, как его правильно готовить. Нужно узнать рецептуру? Нужно. Соответственно, вы понимаете, что нужно там зайти в интернет, полазить там по каким-то сайтам, посмотреть на разные рецепты, выбрать, какой из них вам больше всего понравился, с какими ингредиентами и так далее. Следующий этап, например, нужно купить эти ингредиенты в магазин. Да, и следующий этап – это готовка. Поверьте, если эта цель, например, открыть свой собственный бизнес, там будет все то же самое. Вам в любом случае нужно сначала исследовать рынок, допустим, понять, кто занимается тем же, что вы хотите предложить, исследовать целевую аудиторию, построить бизнес-план выхода, рассчитать там, какие вам нужны начальные капиталы, сколько вам нужно и каких помощников, сотрудников, какие еще ресурсы, ну и так далее. Будет много разных этапов. И это обязательно нужно сделать в первую очередь. Разбить большую цель на этапы. Тогда вы начнете выполнять эти этапы каждый день, постепенно, да, и понимая, какой из них закончен, какой не закончен. Как это делать? То есть, каким образом я в итоге пришел к пониманию того, как удобно планировать мне. И мне кажется, что так будет удобно планировать и вам. На первом шаге там мы писали с вами вот такой список. Мы брали повседневные дела для того, чтобы привыкнуть к самой идее планирования. И вписывали каждое дело, которое мы завтра собираемся сделать. Привязывали его к конкретному времени. Некоторые дела ко времени не привязывали, потому что нам не было понятно, когда будет удобнее всего это сделать. Но мы все равно их вписывали, потому что это нужно было сделать. Я предлагаю вам действовать дальше точно так же. Но возможно в этом списке что-нибудь исчезнет. Например, вы и так собираетесь читать книгу. Вам не надо это записывать в вашем плане. Ну просто вы и так это делаете. Вам не нужно себе напоминать об этом. Не нужно этого писать. Зачем тратить на это время? Вписывайте только те вещи, которые вы хотите иметь перед глазами. И для того, чтобы следовать им в конкретное время. И для того, чтобы не забыть о них. И среди этих вещей начните писать какие-то пункты из вашей большой и крупной цели. Ну, например, если вы собираетесь встретиться с партнером, то тогда вы пишите 8.00 Завтрак 8.30 И тут пишите Партнер Открывайте скобку и пишите Договориться И встретиться Встреча с партнером состоит из двух пунктов. Нужно договориться о встрече и нужно встретиться. Таким образом, когда вы Наступает 8.30 Вы смотрите Ага Звоните Алло Привет Слушай, давай договоримся О встрече на сегодня Он говорит Слушай, я не знаю, когда мне там будет удобнее Давай мы как бы это перенесем То есть, вы здесь специально для себя Для следующего пункта оставляете То есть, в тех важных целях, которые вы решаете Для следующего пункта оставляете немного места свободного Для того, чтобы можно было бы записывать какую-то дополнительную информацию И дальше, допустим, пишите здесь 9.00 Проверить Почту Вы решили написать книгу Вы ее тоже разбили на этап Писать головы и так далее Да К примеру 9.30 Книга Открыли Здесь написали Оглавление Первый Второй И третьей главы Вы решили, что сегодня вы будете заниматься оглавлением И будете это делать там с 9.30 до 11 11.00 Кофе Теперь, что происходит Позавтракали Поставили галочку С партнером созвонились Договорились Поставили галочку Написали здесь дополнительно Встреча Четверг 13.30 Ну, потому что вы договорились об этом времени Далее Проверить почту Проверили Поставили галочку 9.30 Книга Оглавление Первой главы Сделали Поставили галочку Второй Сделали Поставили галочку Раз Вас кто-то отвлек Какое-то появилось задание Нужное Вы откладываете Да, потому что вы не можете Заниматься дальше этим Вам срочно надо что-то сделать Вот здесь Вот на книге Галочка Не появится Как закрытое действие Пока вы не сделаете Оглавление Третьей главы Понимаете Вот так вот Содержание Точнее Третьей главы Получается Очень удобно Вы Посмотрев На предыдущий день На план предыдущего дня Сразу видите Где у вас глобально Стоят галочки То есть Какие дела Закончены до конца А какие дела Не закончены И тогда Переносите их В план следующего дня Вы понимаете Ага Здесь значит Когда наступает четверг Да Когда наступает четверг То в среду Перед тем Как наступит четверг Вы просто В своем плане Пишите Что в тринадцать Тридцать Потому что Вот у вас здесь Было написано Вы каждый раз Планируя Отлистываете На несколько листков Назад Что в тринадцать Тридцать У вас Встреча И после того Как вы провели Эту встречу Вы возвращаетесь К этому листику Ставите здесь Галочку И ставите Вот такую галочку То есть Периодически Планируя Вы пролистываете Несколько листов Назад Для того Чтобы посмотреть Что вы еще Не завершили Какие у вас Есть еще Незаконченные дела И еще один нюанс Когда вы Знаете Что в тринадцать Тридцать Допустим В четверг У вас будет встреча С партнером А сегодня Только вторник Вы сразу Открываете Тот лист Который связан С четвергом Где у вас будет План на четверг И на тринадцать Тридцать Вписываете туда Сразу эту встречу Понимаете Так будет удобнее Вы заранее Уже знаете Когда это произойдет В какой день Если вы не знаете В какой день Вы допишите Третью главу Но Она здесь просто Остается незаконченной И здесь галочка Не появляется Пока вы вдруг В какой-то день Не решаете Что завтра Вы опять будете Заниматься книгой И тогда Вы Начинаете Листать К тому моменту Где у вас Про книгу Пролистывались Смотрите Ага Третья глава Не закончена Переносите ее туда На следующий день Заканчиваете Возвращаетесь Обратно сюда Ставите здесь Галочку И здесь Понимаете Идея заключается В том Чтобы Когда вы будете Просматривать Свой ежедневник Которым вы планируете Чтобы на всех делах Которые у вас Отмечены На всех листах Стояли галочки Это легко Вы просмотрели Допустим В конце недели Неделю Ну ага И поняли Что вот это Это Вы не сделали Зафиксировали Это на понедельник Или зафиксировали Что-то на понедельник Что-то на вторник Это очень удобный И простой Такой гибкий Способ планирования Который С моей точки стороны С моей точки зрения Является наглядным И пользоваться им Просто Поэтому я вам предлагаю Начать это делать И Напоминаю о том Что в фейсбуке У нас есть Специальная группа В которой мы обсуждаем Эти видео Уроки И я отвечаю На ваши вопросы И консультирую вас Потому как вопросы Могут возникать И Я напоминаю вам о том Что я Пишу Различные статьи Я пишу книгу По курсу Там Нейролингвистического Программирования И вообще В принципе Есть какие-то Видеоматериалы Которые Может быть Вы пропускаете Мимо Для того Чтобы не пропускать их Я предлагаю вам Зайти на сайт RoyNLP.com И подписаться На нашу рассылку В нашей рассылке Всегда приходят Только материалы Мы не занимаемся Ни рекламой Ни спамом То есть у нас Все очень узко Специализировано Я желаю вам удачи Начните планировать Измените свою жизнь Таким образом Чтобы вы начали Медленно И верно Двигаться Вверх Спасибо Желаю удачи До встречи Субтитры создавал DimaTorzok